От музыкального искусства хочется перенестись к живописи. Вот представляешь, у нас с тобой такая большая плазма, такой огромный экран. Вот взять бы какую-нибудь кисть и написать, я не знаю, портрет, пейзаж создать на тюрьму. Мой портрет, Коля, если будешь писать, мой портрет. Твой портрет уже пишет Андрей Яковлев. Посмотри, вот мы сейчас сменим картинку. Андрей, доброе утро. Ну, может быть, даже, кстати, твой профиль. Это ты, Коля, это ты, сто процентов. Доброе утро, уважаемые зрители. Мы попали с вами на мастер-класс, который называется «Работа с силуэтом» в новом молодежном арт-пространстве «Окна». Здесь есть разные активности. Сюда приходят ребята, более взрослые люди для того, чтобы как-то творчески проявлять себя. Ну, о том, какие тренинги, мастер-классы здесь проходят, нам сейчас расскажет Мария Осипова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, стандартный у нас набор в группу до 10 человек. Чтобы к нам попасть на снятие, достаточно просто с нами связаться, предупредить, что вы хотите подойти. Нужны какие-то творческие особенности у человека? Есть определенная система обучения, благодаря которой мы уже будем идти по шагам. А этому в школе обычно учат, да? Свет, блик, тень, полу, тень, падающая, тень и рефлекс. До сих пор, вот я, честно говоря, запомнил. Мария, а какие еще мастер-классы у вас проводятся? Здесь занимаются, да, только художники на настоящий момент. Мастер-классы у нас пока еще проводятся не очень часто. У нас больше идут именно основные занятия, как раз-таки, где мы изучаем свет, тень и блик. Молодежное общественное арт-пространство «Окна» — это около 400 квадратных метров самого настоящего творчества. Здесь проходят тренинги, выставки, мастер-классы и многое другое. Кстати, вот первая выставка называется «Время сеять». И нам небольшую экскурсию сейчас проведет Дарья Лесина «Доброе утро». Здесь есть как работы начинающих молодых художников, студентов и воспитанников других студий, так и работы больших уже знаменитых художников, таких как Михаил Едомский, Александр Позин, Марина Спивак, Олег Жогин. И к каждому из них мы ездили, собирали экспонаты. Дарья, пространство «Окна» — молодежное. То есть получается, что все работы, которые здесь представлены, а также те люди, которые здесь будут творить, — это ученики школы, студенты вузов? Даже не обязательно быть студентом вуза. Ты можешь просто к нам записаться, ходить на занятия, лектории или выставлять свои работы. Это все бесплатно? Да, конечно. Это может быть первая персональная выставка, например. Или ты можешь стать участником одной из какой-то цельной выставки на общую тему. Как вы вынашивали эту идею? Сколько прошло времени от создания до ее реализации? Началось это все много-много лет назад. Можно так сказать, что вообще с создания подростково-молодежного центра «Калининский». Далее мы стали все больше и больше разрастаться и обращать внимание, что этим также интересуется молодежь, которой негде выставляться. Популярность выставок была настолько высокая, что и администрация города, и администрация нашего района, наше руководство заметило, насколько это востребовано, что открыли целый клуб «Окна», как выставочное пространство, мастер-классы и лектории. Дарья, огромное спасибо. Уважаемые зрители, сегодня мы с вами побывали в новой культурной точке притяжения жителей Калининского района – арт-пространстве «Окна». Продолжаем утро в Петербурге. Продолжаем.